здравствуйте друзья с вами дачный сюжет и я галина сегодня 29 мая и давайте поглядим какие же стали розы после кардинальной обрезки по весне когда все пугались что вдруг розы не взойдут вдруг розы не выйдут вот давайте подойдем к первой который ближайший вот посмотрите как она прекрасно выросла а вы обрезана была в ноль вообще по уровне земли вот она прекрасно выросла к сожалению моя любимица лагуна пропала быстрее всего пропала но она уже и возрастная была года 14 ей было ну что теперь делать новую посадим вот дальше посмотрите какие красавицы давайте вон туда пройдем в основной розарий вот поглядите прекрасно прекрасно все вы прошу проснулись все поднялись пропал у меня вот из сумму где-то у меня больше 120 штук я как-то последний раз в прошлом году считала пропала штук 8 ну знаете выпадом всегда бывает а потом переживать из-за этого ну пошли поехала купила новые пропала у меня августа луиз но она не хочет расти она два года растет потом пропадает она мне очень нравится она очень симпатичный сам цвет расцветок красивый цветок интересный запах изумительный я ее сажала на переднем плане чтобы мимо ходить мимо нее но к сожалению она не хочет у меня расти и вот на ее место я собираюсь посадить даббл длайн двухцветный сам цветок чудесно пахнет что же я сейчас хочу сделать вот вы как видите я перекапывала вон уже сорняк пошел перекопала вилами перекопала осторожно а сейчас я хочу удалить конечно сорняк подкормить и засыпать соломой сейчас я покажу чем я хочу подкормить в этот раз в этом году я хочу провести маленький эксперимент попробовать вот такое пролонгированное действие не пробовал еще ни разу такое удобрение купил я его в леруа мерлен она вообще он по моему даже на зоне есть и вот свой любимый ому буиска универсальная так как у меня этой коробочки не хватит на все я значит проведу как эксперимент это в одном месте посыплю а это посыплю в другом они в общем то через дорожку будут ну и поглядим что лучше пошла обрабатывать пошла посыпать и вот пока я тут пропалывала вот посмотрите какой росточек еще совсем махонький вылазить вот и он явно это розочка видите здесь вот красная хотя рядом вот уже какие вот почему я всегда говорю не надо торопиться с выкопкой корней а вдруг вот посмотрите какие опять покажу заодно хочу рассказать пока не рассыпал удобрение хочу рассказать какими же удобрениями я пользовалась за это время я не пользовалась не янтаркой не сульфатом магния я просто все это посыпала один раз кальциевой селитры именно кальциевой потому что я знаю что на большинство роз моих они живы поэтому можно было именно кальциевой селитры потом когда мои розочки взошли посмотрите вот даже уже бутончики появляются на миниатюр очках а ведь совсем вот давайте поглядим сразу залезем вообще не было вот они пенечки совсем не было но продолжу про удобрения кальциевая селитра именно начала работать она работала на корни именно на выгонку именно молодых побегов когда побеги молодые появились я их обработала гуматом плюс 7 почему мне этот гумат очень нравится там полный комплекс микроэлементов ну естественно от вредителей и вот вот такие вот розочку мне в этом-то раз ну вот сейчас прополола вон там правда еще один пропустила сейчас посыплю удобрением заровняю и покажу как я засыплю соломой что из этого получится ну пока вот разравнивала участок свой пока как говорится закапывал удобрение кстати вот этой упаковочке мне хватило удобрения только вот на эту вот на это хотя там 40 квадратных метров но здесь может и будет столько с подумала а почему же я не убираю соломы ведь очень многие рекомендуют соломы убирать я не убираю почему ну как все говорят там и накапливаются и болезни там и накапливаются вредители ну как они могут там накапливаться если я обрабатываю не чисто голые кусты но я и всю землю вокруг обрабатываю я тоже соломы обрабатываю и от вредителей и от болезней по осени обрабатываю железным купоросом так что если есть какие-то болезни так они везде болезни они даже он на лужайке болезни. Поэтому я солому не убираю. Это первое. Второе. У нас недалеко работают фермеры, и я как-то к ним подъезжала, у них была солома в тюках. Мне нужно было заказать эту солому в тюках. Потом на следующий год приезжаю, а у них нет соломы в тюках. Я говорю, а куда же вы вроде зерновые сажаете все. А мы, говорят, ее все в поле оставляем. Я как? Они ее пропускают сразу через измельчитель. И правильно, мы с ним очень такой молодой человек, очень приятный, мы с ним побеседовали. Правильно? Мало того, что это мульча, мало того, что облегчает вот эту мою дубовую землю. И плюс удобрение. Так что я солому не убираю. Ну, вот теперь удобрение рассыпала, раскородила все. Осталось засыпать соломой. И вот теперь я закончила и с соломой. Вот сейчас можно увидеть уже конкретно какие у меня розочки. Какие размером, какие. Да, может быть, конечно, была бы лужайка, на лужалке, конечно, смотрелось бы интереснее. Но здесь лужайку я уже не могу сделать. Да, в общем-то, и не очень-то хочу. А вот так вот мне вполне устраивает. Как это говорится, кому не нравится, пускай делает так, как ему нравится. Что теперь еще осталось сделать? Вечером солому полить, чтобы она немножко плесела, чтобы не было такой рогатой. Подкармливать под корень я уже розы не могу и не подкармливать, так как я положила удобрение пролонгированное, как вы видели. Но очень спокойно можно все это делать по листве, если вдруг мне захотелось подкормить. Все равно же от вредителей надо будет их опрыскивать, от болезней надо будет опрыскивать. Можно в этот бак сразу же и что-то, как удобрение. У меня есть и плантофол, и брыксил комби, так что есть чем попрыснуть именно по листве. А теперь пускай растут. Будем ждать цветения, хотя вон там бутончики, как я показала, уже набирают. А так с вами была Галина. Всего вам доброго. Добра.